С полудня пятницы к проходной Копейского автопредприятия начали подходить ветераны, проработавшие здесь по 40 и более лет. Контролёры, водители, кондукторы, механики, техники, швеи, кассиры, специалисты множества профессий встретились впервые за последние годы. Шофёром начал, потом заочно учился, закончил и стал работать начальником АТК, председателем правкома, начальником ремонтной мастерской и закончил инженером по охране труда. Что бы вы пожелали сейчас этому предприятию, которому отдали столько лет? Одно бы только пожелать, чтобы было предприятие в таком же виде, как оно было при нас. У нас коллектив был дружный в кассе. Мы никогда не ссорились, не ругались. Всё было хорошо. Допарница подтвердит? Конечно. У нас всё прекрасно было. Мы с мужем вместе работали. Я отработала предприятие 40 лет. Начинала я кондуктором, конечно. Ну а в конце работала начальником отдела по бензину, диспетчером. Много очень прошла я профессий. Хотелось бы, чтобы предприятие работало и процветало, чтобы у нас не было никаких проблем с задержкой транспорта и все вот эти поломки, чтобы машины у нас ходили с обчастями, было всё нормально. Скажу, что спасибо нам, что дают нам проездные. За это спасибо предприятию. И что сегодня нас собрали. Это большая радость для нас. Встречу бывших коллег организовали в честь 60-летнего юбилея автопредприятия. На торжественную часть приехали даже чиновники из регионального министерства транспорта. Очень много частных перевозчиков, но всегда ли они стабильно работают и так ли смогут они оказать ту качественную перевозку пассажирам-потребителям, как это может сделать большое крупное предприятие, где есть и свои ремонтные зоны, и вся необходимая база для оказания качественных услуг. В канун праздника, профессионального праздника и в связи с юбилеем разрешите от лица губернатора Челябинской области, правительства Челябинской области, министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области высказать большую благодарность за тот труд, который вы оказываете. В честь праздника сотрудникам автопредприятия были вручены грамоты и благодарственные письма. Одно из них за помощь в организации ежегодного областного конкурса «Лучший водитель автобуса» получил Петр Щеглов. По вашему личному субъективному мнению, лучший водитель – это какой водитель? Ну, во-первых, дисциплинированный. Это раз. Во-вторых, водитель, знающий, наверное, и материальную часть, и правила, в первую очередь. Естественно, мастерство вождения. Все-таки им доверено самое дорогое, что у нас есть – это жизнь людей. Сейчас на Копейском пассажирском предприятии работает 250 человек, а автопарк насчитывает около 70 единиц техники. Это меньше, чем значилось на балансе на 1 января 1957 года. Однако в непростых экономических условиях руководство старается держать компанию на плаву. 60 лет – значимое событие в жизни предприятия. Эта дата говорит о крепких традициях, долгом, не всегда легком пути. С этой мудростью и опытом мы идем вперед, двигаясь к новым достижениям. Пусть эта дорога будет прямой и легкой, а те, кто ее прокладывает, будут здоровы, счастливы и полны сил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ